Всем привет! Сегодня вы узнаете, как своими руками сделать замок, открывающийся по секретному стуку. Невероятно, но это работает! Вы смотрите обзор новинок от Амперки. Меня зовут Кирилл, и я рад сообщить вам, что в семействе тройка модулей опять пополнение. Знакомьтесь, это модуль-микрофон. Хочу сразу отметить, что это необычный микрофон, который мы используем для записи звука. Этот модуль служит для определения уровня шума. Казалось бы, любой микрофон просто создан для того, чтобы определять уровень шума. Зачем нам понадобился целый модуль? А дело вот в чем. Когда микроконтроллер обрабатывает звуковую волну, выглядит она примерно вот так. Он может начать считывать данные в неверной фазе. Ну, например, здесь или здесь. То есть, насколько громко бы на самом деле не было, микроконтроллер будет считать, что уровень шума равен фактически нулю. Конечно, это можно исправить, применив определенные математические функции. Но зачем? Если есть уже готовый модуль, который справится с этим самостоятельно. Он самостоятельно усилит волну, затем инвертирует обратную полуволну и получит следующий график. Теперь ему останется только за определенный момент времени посчитать площадь под графиком, которая и будет характеризовать реальный уровень шума. Такой модуль будет удобно использовать, если вы хотите научить вашего робота или автоматизированную систему умного дома реагировать на хлопки, свист или другие громкие звуки. Также такой модуль можно использовать в охранной системе. Мы же сегодня построим с его помощью замок, который будет реагировать на кодовый стук. Вы, наверное, уже видели что-то подобное, но сегодня мы повторим этот опыт и расскажем о нем подробнее. Для начала нам необходимо установить на нашу Arduino Uno тройка шилд. Этот шилд понадобится нам для того, чтобы подключить к нему все тройка модуля и сервомотор. Мы уже установили кое-какие детали на вот такую вот импровизированную дверь. Здесь есть уже Arduino, который подключен, тройка шилд. Есть сервомотор. В этом месте у нас установлен наш модуль микрофон. Микрофон направлен вниз, потому что мы будем стучать по дереву, а он будет фиксировать этот звук. Здесь установлена кнопка. В ней будут две функции. Первая функция в открытом режиме после нажатия короткого сервомотор будет закрывать замок. Вторая ее функция, если в открытом режиме долго нажать на кнопку от 3 до 10 секунд включится, режим программирования, то есть мы сможем настучать наш пароль, а программа его запомнит. Здесь установлен модуль потенциометр. Мы установили его для того, чтобы можно было регулировать чувствительность микрофона, и чтобы он не заводился от всяких посторонних шумов. Осталось место для светодиода и пьезопищалки. Давайте установим их. Они будут служить для индикации светодиод. Так, теперь подключаем зуммер. Так, все на месте. Теперь все тройка модулей установлены на наш макет. Осталось, собственно, подключить, прикрутить вот эту вот деталь, которая одна из основополагающих. Она будет закрывать и открывать наш замок. Давайте прикрутим ее к нашему сервомотору. Теперь вся наша система в сборе. Замок находится в закрытом положении, как свидетельствует надпись. И для того, чтобы открыть его и начать записывать наш код, необходимо просто сбросить программу. Нажимаем Reset. Замок открывается. Теперь необходимо нажать на кнопку, как я говорил, от 3 до 10 секунд. И светодиод покажет нам, что плата уже в режиме программирования. Теперь необходимо ввести пятизначный код. И повторить его. Теперь можно смело закрывать замок. Он у нас закодирован. Один раз нажимаем на кнопку, замок закрыт. Теперь попробуем открыть его нашим кодом. Невероятно! Но это работает! А это значит, что новый модуль-микрофон пришелся как нельзя кстати. Если захотите узнать о нем больше, ищите ссылки внизу в описании. Ну, а если захотите собрать вот такой вот замок самостоятельно, то заходите на Вики Амперка. Там есть подробная инструкция. Если вам понравилось наше видео, жмите лайк и рассказывайте своим друзьям. Конечно же, подписывайтесь на канал Амперка.ру. Ну, а пока, до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok